В то время как в Министерстве образования не перестают говорить об оптимизации сети школ, в некоторых районах Риги школ не хватает. Так, в 64-й средней школе на одно место в первом классе претендует 2,3 первоклассника. Несмотря на то, что школа совсем близко к дому, многим детям из Пурцемса придется учиться в другом районе. Евгения Копылова с подробностями. Классы пусты, в коридорах никто не бегает. У школьников беззаботное лето. Но уже скоро многие дети пойдут в первый класс. Их родители озаботились этим вопросом заранее и встали в очередь. Но оказывается, встать в очередь за два года недостаточно для того, чтобы попасть в школу рядом со своим домом. С такой ситуацией столкнулась Татьяна Хейман. Ее ребенок в этом году должен пойти в школу. Но вот в какую вопрос. Два года назад они заняли очередь в первый класс в 64-ю школу. Но не они одни. У них поданы заявки на этот учебный год 280 человек. Они могут принять только 120. Из этих 280, 160 человек — это дети, которые задекларированы в микрорайоне школы. Точно такая же ситуация в 84-й школе. Чуть дальше, не в пешей доступности, есть еще 85-я средняя. Но и там, по словам Татьяны, лишних мест уже нет. Всего в Пурфте МСИ 8 школ, 5 из которых — это школы нацменьшинств. Но их Татьяна не рассматривает. Мы не рассматриваем русскую школу, потому что ребенок после латышского детского сада. Мне было довольно-таки тяжело его интегрировать в латышское общество. И если сейчас я его отправлю в русскую школу, то это будет просто откат. И то время, которое я потратила на то, чтобы его интегрировать, просто будет потрачено зря. Директор 64-й школы подтвердил, что в последние три года очередь в его школу особенно выросла. И принять больше 120 детей школа не может физически. Школа проектирована для четырех комплектов, каждой из классовых степеней. Например, прошлые два года мы и так взяли пять классов, просто потому что был такой спрос. Но в этом году у нас больше нет помещения. Это означает, что мы должны учить либо в спортивном зале, либо в актовом зале. Это тоже быть ненормально. При этом в департаменте образования Рижской думы родителям советуют подождать. Такие случаи бывают, и мы всегда их решали, всегда есть альтернатива. Родители могут встать в очередь во многие школы, поэтому часто места освобождаются, когда родители принимают решение, в какую школу ребенок все же пойдет. Сейчас также родители пишут заявление о поступлении в первый класс, подают все документы. Часто бывают ситуации, что родители меняют решение и на этой стадии. Так что комплектация первого класса проходит все лето. А в случае, если ситуация не разрешится сама, департамент образования откроет еще одну параллель в 85-й школе. Там помещения это позволяют. Евгения Копылова, Марис Юргенсенс, Латвийское телевидение.